Всем привет! Вы на канале Эпидемикс и в сегодняшнем выпуске я расскажу вам о хореографе, наставнике и члене жюри шоу «Танцы на ТНТ» Мигеле. Поехали! Детство и семья Мигеля Харизматичный и безусловно талантливый артист родился 21 июля 1982 года в микрорайоне Подресского города Химки. Мигель – сценический псевдоним Сергея Мигельевича Шестиперова, взятый по имени отца Мигеля Фернандо Чамблен Месса, кубинца, подарившего ему столь колоритную внешность. Вырастили же и воспитали нынешнего успешного танцора. Мама – инженер-электромеханик и бабушка – преподаватель русского языка и литературы. У родителей Мигеля была трагичная судьба. В 80-е годы отец будущего артиста был вынужден вернуться на Кубу, а мама не смогла поехать вслед за ним. Заметим, что уже будучи взрослым, в 33 года танцор все-таки встретился с отцом. Это была очень трогательная встреча. Он приехал ко мне на месяц, жил вместе со мной и мамой. Увлечение искусством танца у Мигеля возникло в раннем детстве. С тех пор, как в 4 года он увидел по телевизору сцены из балета «Жизель». Мальчик был настолько восхищен, что сразу приступил к воплощению в жизнь собственной постановки балета «Лебединое озеро». В результате, в 5-летнем возрасте, он вместе со своей любимой подружкой Машей продемонстрировал маме и соседям свой дебютный спектакль из 4 актов. Первый и второй класс он занимался в одной из школ Зеленограда, откуда его исключили. Дело было так. Во втором классе одноклассники Мигеля резко выступили против того, чтобы он изучал английский, потому что он черный. На следующий день после инцидента мальчик пришел в школу, прикрепив значок октябренка на пятую точку. Последовало разбирательство и через неделю он был вынужден искать новую школу. Таковой стало негосударственное образовательное учреждение «Сожгармония». С 5 по 8 класс он посещал детскую школу хореографии «Фуэте». Два последних класса школы Сергей окончил экстерном. Продолжил шлифовать свои артистические способности в хореографическом училище при Большом театре, окончив которое получил прекрасное образование в области классического танца. Сам Мигель признает, что на его танцевальное искусство огромное влияние оказал его кумир и самый любимый исполнитель Майкл Джексон. Участие в мюзикле «Метро». Одаренного танцовщика заметили еще во время учебы. В 17 лет его приняли в «Метро», первый, по мнению специалистов, настоящий российский мюзикл, где драматургия искусно сочетается с хореографией, музыкой и вокалом. Этот спектакль стал стартовой площадкой для Мигеля как для звезды данного жанра. Далее последовала работа в качестве солиста балета в российской версии музыкально-сценического произведения «Нотердам де Пари», затем в отечественной версии французского мюзикла «Ромео и Джульетта», которую Мигель считает особенно значимой в формировании своей карьеры. Может показаться парадоксальным, но развитию танцовщика как творческой личности способствовало не участие, что было бы на первый взгляд логичным, а наоборот – уход из проекта. Мигеля выгнали за опоздание на репетицию. Артист считает, что если бы этого не случилось, он мог бы навсегда остаться в рамках звезды исключительно мюзиклов. В 2004 году Мигель решил испытать себя в музыкальном проекте «Фабрика звезд». В сезоне, худруком которого была сама примадонна российской эстрады Алла Пугачева, проявив свой великолепный артистизм, пластичность, вокальные данные, искусство чтеца и прочие качества, необходимые для успеха в сфере шоу-бизнеса, Мигель стал финалистом телешоу. После фурора на «Фабрике звезд» его стали приглашать для организации постановок различных массовых мероприятий, модных презентаций и концертов, а также участия в киносъемках и создании видеоклипов. Мигель сотрудничал с известными брендами, такими как Mercedes-Benz, Levis, Guest, ставил хореографию для абсурдистской комедии «Гитлер Капут», траги комедии «Весельчаки», циркового представления «Тайна слонов-великанов» в Санкт-Петербурге и комедии «Ржевский против Наполеона». Важным моментом в карьере Мигеля и свидетельством творческого роста стало активное сотрудничество с клипмейкером из Украины Аланом Бадоевым. С 2011 года они вместе создают видео для музыкальных композиций украинского певца и автора песен Макса Барских на песню «Студент», знаменитого поп-певца Валерия Меладзе на песню «Побудь со мной», автора-исполнителя Александра Розенбаума и Зары на песню «Любовь на бис». Российско-греческого коллектива Диана Дьес и Коста Смартакис на песню «Секс Индиго» и других. Проект «Майданс». Новым этапом развития успешного артиста стала работа в качестве одного соавтора, продюсера, члена жюри и главного хореографа грандиозного танцевального проекта «Майданс», стартовавшего в 2011 году в телеэфире украинского канала «Интер» и проведенного в центре Киева на Майдане Незалежности. Ранее в постановках Мигеля принимали участие не более двух десятков человек, теперь до пяти сотен в каждом прошедшем отбор городе, плюс сжатые сроки на подготовку порядка трех дней и продолжительные репетиции до восьми часов. Мигель признавался, что по окончании проекта он оцепался неделю, но усилия и творческая деятельность в таких экстраординарных условиях того стоили. Их результатом стало блестящее шоу, внесенное впоследствии в Книгу рекордов Гиннеса как самый масштабный танцевальный проект в мире. Работа Мигеля с Людмилой Гурченко Важным этапом в творческой карьере Мигеля стала работа с ныне покойной Людмилой Гурченко над документальным фильмом о ее жизни, ставшим последним появлением великой актрисы и певицы на экране. Хореограф вспоминал, как волновался перед их первой встречей и как впоследствии ему было приятно с ней работать. Людмила Марковна потрясла Мигеля творческой самоотдачей. Она никогда не позволяла себе жаловаться на усталость и заявлять, что не может что-то сделать из предложенного им как постановщиком варианта съемки. Мигель на ТВ В сентябре 2011 года на телеканале Интер в проекте с претензиозным названием «Шоу номер один», музыкальным продюсером которого выступил Филипп Киркоров, победила музыкальная группа «Нереальные пацаны», такая же яркая и драйвовая, как их руководитель Мигель. С ноября он начал ее продюсировать. В феврале следующего года коллектив занял 4 место в национальном отборе Украины на песенный конкурс «Евровидение-2012», а в августе стал номинантом престижной премии «Золотая звезда» Аллы Пугачевой в рамках «Крым Мьюзик Фест». Режиссером этого музыкального фестиваля, который проходил в Ялте, тоже был Мигель. Осенью на телеканале «Новый канал» в Украине стартовал еще один блистательный проект в шоу перевоплощений «Шоу Маст Гоу Он» и вновь проект режиссировал Мигель вместе с украинским коллегой Олегом Бондарчуком. В ходе программы ее участники выступали в образах легендарных музыкантов прошлого и настоящего Элвиса Пресли, Мадонны, Леди Гаги и других. Предмет музыкальных пародий выбирался каждым участникам путем жеребьевки. Кроме этого, Мигель выступал хореографом и в российской версии аналогичного телешоу «Один в один», а также в шоу «Универсальный артист» на Первом канале. Режиссировал Мигель и реалити-телешоу «Хочу в Виагру», открывшего шоу-бизнесу Анастасию Кожевникову, Мишу Романову и Эрику Герцог, а также конкурс талантов «Большая перемена» на НТВ. Мигель на шоу «Танцы на ТНТ» В 2014 году Мигель стал одним из сопродюсеров, членов жюри и ведущих танцевальных постановщиков нового проекта «Танцы» на канале ТНТ. Его коллегой по работе в шоу стал актер и хореограф родом из Санкт-Петербурга Егор Дружинин. Стоит отметить, что Мигель проявил себя как крайне строгий и непредвзятый судья. Например, в 2016 году он довел до слез участницу проекта Кейко Ли, в пух и прах раскритиковав ее танец. По мнению других жюри, абсолютно незаслуженно. Личная жизнь Мигеля Семейное положение Мигеля – тайна за семью печатями. Известно только, что он холост. Пресса приписывала ему отношения с певицей Натальей Гордиенко. Поводом послужил их совместный фотопроект, в рамках которого они примерили на себя свадебные наряды. Однако, любовные отношения их не связывают. В одном из интервью он отметил, что по-настоящему может отдохнуть только на Мальдивах. Любит это делать в одиночестве, по его словам, чтобы ничто не отвлекало. К примеру, летом 2014-го Мигель жил в маленьком домике, и были там только море, он и PlayStation. Мигель признается, что истинное удовольствие на сцене он испытывает только танцуя или ставя хореографию. Певцом же себя не считает. И вообще, собственный голос ему не нравится. Среди своих кумиров в мире танца, Мигель называет французскую приму-балерину Сильви Гелем, артиста балета из Аргентины Хорхе Дона, танцора, работающего с Мадонной, Бейонси, Рианной и другими звездами, а также Даррела Баллока. Восторгается шведским хореографом Матсом Эком и его супругой, танцовщицей Анной Лагуной, а также американским кинорежиссером и хореографом Бобом Фосси, чей танцевальный стиль стал основой хореографии Майкла Джексона. В российском шоу-бизнесе Мигель считает, что отлично двигаются и танцуют такие исполнители, как Кристина Арбакайте, Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая и Влад Соколовский. Мигель сейчас. В августе 2017 года на ТНТ стартовал новый сезон танцев. Мигель сохранил место ведущего наставника, а вот место Егора Дружинина заняла хореограф Татьяна Денисова. Если хотите узнать о ней больше, пишите об этом в комментариях под видео. Главный приз проекта составляет 3 миллиона рублей. А вам нравится смотреть шоу танца на ТНТ? Если да, пишите в комментариях цифру 1, если нет, пишите в комментариях цифру 2. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим роликом с друзьями. Также подписывайтесь на канал, если вы не сделали этого ранее, ведь впереди еще много интересного. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok